Второй том книги «Открытым оком», вопрос 787. «Мой друг прислуживает епископу Антонию, но нас он называет Лапкинской сектой. Что ему отвечать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «О том, что мы не секта, епископ Антоний уже несколько раз заявлял в печати, когда я потребовал у него объясниться. При личной встрече, хотя епископ Антоний сильно замялся, засмущался и даже допускал, что, может быть, корреспондент не так сказал, или он сам с дороги был усталый, не последил за своей речью, но у меня сложилось впечатление, что все-таки он говорил про меня что-то смущающее его при встрече со мной. О том, что мы секта – это слова вашего друга, который нас не знает совсем. Пригласите его на занятия в университет, на прогулку в лесу, и, думаю, что после первой же встречи он переменит свое мнение. Тем более, секта Лапкинская, что это значит? Какое-то новое вероучение? Тогда в чем оно заключается? Если секта, значит, мы это шли от епископа, но и этого нет. Вот это как раз и говорит о шаблонно-трафаретном мышлении тех, кто не знает Слово Божие, а поет с чужого голоса, потому что придержащий одобряет его, а этот желает выказать свой патриотизм. Я свой, меня не прогоняйте. И при том вы всегда спрашиваете, что я должен отвечать? А зачем отвечать? Я не знаю никого, кто судит меня позаглаза. Мне просто некогда заниматься этой чепухой. Каждое утро с четырех часов я уже на ногах. Нужно помолиться, почитать Библию и переделать столь много интересных дел. Если они тратят такие усилия, даже с грехом для себя, чтобы обсуждать меня, значит, я интересен для них. Моя биография привлекает их внимание настолько, что они забывают о своей. И это действительно так. Я же о них вообще никогда ни с кем не разговариваю. Я говорю вообще об отступлениях от Библии в церкви и о прихожанах православных храмов, не любящих Библию. И в этом плане они для меня все на одно лицо, как щепки на реке в половодье. Ничего не отвечайте. Есть поговорка. Собака лает, а караван идет своей дорогой. На чужой роток не накинешь платок. Ничего не отвечайте. Просто помолитесь о них и о чем-то постарайтесь расположить их к себе. Чем-то. Постарайтесь расположить их к себе. Дайте им наши материалы. Никогда не опускайтесь до их уровня. Сегодня они вьются вокруг Антония, как мошкара. А если с ними что случится, они тут же его забудут. Точно так же будут крутиться вокруг нового епископа.